Пожалуйста. Если ноги отекают, все, что вы должны сделать, нажать пальцем на ваш отек. Очень важно, отпечаток останется от пальца или нет, есть пирига Дима или нет. Если у вас, не дай Бог, не приведи Господь, у вас пирига Дима, у вас просердечная недостаточность, вас лечить надо и срочно. Если отпечаток остается, если отпечаток не остается, у вас проблема с надпочечником. Чаще всего это именно один из симптомов надпочечной недостаточности. Отек голени. Именно нарушение лимфатического дренажа, вода не выходит, алдестерона не хватает, и вам нужно сделать тест на надпочечник, который есть в моей книге ММ-диске. Не так тяжело. Пожалуйста, что еще? Я сейчас отвечаю, лекция уже закончилась. На первой фазе? Вы проснулись рано утром. Первое, что вы должны сделать, у вас где-то неподалеку стоит сосуд с водой. Вы опрокинули немножко воды внутрь. Вы сходили в туалет. С вечера у вас есть заготовленный салат, который вы делаете на бленд. Вы ничего утром не делаете. У вас никого утром времени нет. Никто этим мытьем глупым по утрам заниматься не будет. Вы пьете один салат в день. Просто у вас разные ингредиенты у всех. Да, пленочка на крыльцо. Вы подошли, взяли этот салат, бросили в блендер, добавили четверть стакана воды. Те масла, которые я вам написал. Раскатали это. Оно вспенилось. Жахнули эти 250 с прицепом. Ну, я шучу, но сколько там будет. После этого другой рукой вы начинаете готовить себе завтрак. Хороший завтрак. Вы должны есть так, будто вас целый день не будут кормить. Если у вас не есть, то у вас токсикоз. Вам нужно больше пить воды и чистить организм. Когда вы проснулись, и у вас было утром, первое, что вы почувствуете утром, у вас утром должна быть жажда. Вы должны попить. Второе. У вас после, как только вы удалили вашу жажду, у вас должен быть жестокий голодняк. У вас должен жор быть. Если у вас этого жора нет, у вас токсикоз. Кишечник еще воспален с ночи, он не хочет принимать еду. Именно поэтому маленькие дети отказываются есть. Знаете, ребенок говорит, а я есть не буду. За маму, за папу. Я говорю, не буду есть. Я тебе конфетку дам. Заставляю детей есть. Дети, у них рефлекс. Когда у человека воспален кишечник, по любому поводу они постятся. У детей это может пройти через день, через два. Кормить их супами, кормить их легко перевариваемой пищей. Им нельзя есть твердую пищу в этот момент. И все будет нормально. Понятно? Поэтому утром, если вы захотели нормально поесть, у вас должен быть аппетит. Если его нет, у вас проблемы со здоровьем. 60% калорий дневных вы должны съесть на завтрак. Хороший завтрак. Опять же, что вам нужно съесть? Вы уже салат выпили с жиром. Вам осталось только белки съесть. Пару яиц. На куске огурчика смог салман. Если мы любим такое дело. Вчерашнюю котлету или куриную ногу. Или там детский чекен наггис. Потому что дети сидят, едят рядом. И вы должны есть то, что они едят. Окей. Может кусок там какие-то фиш наггетс остались тоже детские. Что такое протеин, белок, жиры. Понятно? И все вкусно. Вкусно, полезно. До 12 вот так вот хватит. Пожалуйста. Можно, пока вам не надоест. Я так переел яйца и ем их теперь два раза в месяц. Я ел по 12 яиц в день. Потому что я любил яйца. Знаете, я максималист. Если мне что-то нравится, я отрываюсь по самые помидоры. Я уже два года не могу есть бекон. Я его переел. Потому что я по пачке бекона клал на сковородку и на смальце жарил свои яйца. Понимаете? Яичница. Просто я уже... Опять же. Есть люди, у которых действительно есть аллергия на яйца. Их мало. Это можно проверить. Для этого есть анализ крови и есть тестирование. Но чаще всего на нормальные пащу-рейст, органические яйца, более-менее люди нормально их переносят. Как нужно есть яйца? Это в моем диске первая фаза начинается сегодня. Желток должен чуть-чуть течь. Не пережаривайте вашу еду. Яйцо – это эмбрион. Там есть все. Одна из самых первых пищ, которые идут детям... Помните, это вот куриный желточек, который крошится, и детки начинают как бы в рот закидывать себе. Зачем? Железо. И говорят, там железо. Там есть сера. Поэтому испорченные яйца воняют сероводородом. Подождите еще две недели, из этого яйца цыпленок вылупится. Там все есть. Ясно? Еще вопрос. У вас был вопрос. Опять же, попил воды – это еще токсикоз. Это еще токсикоз. Обычно человек проснулся, обычно некоторое раскачивается полчаса, некоторый час. Проснулся, попил воды, выпил зеленый коктейль. После этого чувствуешь, что засосала под ложечкой, есть хочется. Некоторые пациенты говорят, доктор Горден, я после вашего коктейля действительно не хочу есть. И не ешьте. У вас более ketogenic diet. У меня есть пациенты, которые принимают не одну столовую ложку оливкового масла. У них оливковое, кокосовое, sesame seed, и у одного еще было сливочное масло. У человека были серьезные проблемы ракового типа. Окей? Их садят на ketogenic diet. Они едят больше жиров, чем белков. Разные люди бывают. Сейчас, извините, пожалуйста, вы были следующими. Глена, первая фаза. Возьмите диск, посмотрите. Если вам что-то нужно, любая информация обо мне, вот сидит замечательная и прекрасная Татьяна. Сидит всеми дисками, книгами, заведует она. И по субботам в будний день моя ассистентка Галина. Пожалуйста. Для женщин, у которых месячная, куриная. Если у человека нет месячных и нету анемии, не принципиально. В куриной печени просто больше железа. Потому что птицы млекопитающие, у них разный метаболизм. Субтитры создавал DimaTorzok